Хорошо, ну что значит у нас три целых Сколько висело? Уже треть В первом Милка осознает себя мышкой тем самым делать устойчивую границу И перебирают части Перебирают в этом переборе частей и утрачивают самосознание Самосознание Они себя как мышцы Поэтому, как мы сказали, я добываться, может повторюсь То есть в этом целом есть конкретизация То есть мы переходя от части к части Мы определяем переход от ничто к нечто Устойчивая граница дает нам нечто впервые Для этого было следующее и больше Но нечто не было Устойчивая граница просто в силу Потому что она устойчивая граница дает нам нечто Которое граничит с ничто И в каждом движении от части к части То есть от одного нечто к другому нечто Мы воспроизводим Каждый переход от одного нечто к другому нечто В то же время есть снова переход от ничто к нечто Так, собственно, определяется целое Причем мы знаем, что это часть Что какое-то нечто Часть, другое нечто тоже часть Потому что переход от одного нечто к другому нечто В то же время воспроизводит ситуацию, которую издает целое То есть воспроизводит переход от ничто к нечто Поэтому Вот такое интересное определение целого Между прочим Внимание Цело создается именно так При переходе от части к части Сам же переход Есть переход от ничто к нечто С другой стороны Поэтому мы все время помним Мы знаем, что все это части целого Разные нечто это части целого Здесь, как я сказал, есть конкретизация Но это сознательная конкретизация Второе целое, когда отношения ничто и нечто конкретизируются В отношении разных нечто стоящих одновременно Или рядом друг к другу Вместе или рядом оказываются 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 Ну, синонимы То есть что я сказал Вместе и разные Вон достаточно Рядом и разные Оказываются Оказываются Да ничего не оказываете Иноним Когда мы движемся от одного нечто другого нечто То есть, три Это тоже цветные Но последовательные Ну последовательные А здесь пространство одновременно? Там временная и последовательная, а здесь пространственная? Да. А одновременно? А пространство созерцательное? То есть его созерцаем. Просто я не правильно сказал, что вместе значит разное. Разное может быть и последовательно разное. Разное есть только в первом нечто. А раз есть разное, то есть качество. Потому что, еще раз, прежде мы как раз разного не имели. Имели больше, после. Но разного не было. Значит, появилось качество. В этом втором нечто есть конкретизация. Есть и она осознается. Во-первых, это первое нечто. Во втором нечто конкретизации есть и осознается. Но вместе с тем есть конкретизация и конкретизация. Потому что переход от двухчастного целого трехчастного целого, от конкретизации в двухчастное целое, к конкретизации в трехчастное целое, меняет также отношение первых двух частей. Поэтому трехчастное целое конкретизирует переход от нечто к нечто. Переход от нечто к нечто конкретизируется в двухчастном целое. А затем, к трехчастному целу. Это значит, что переход от нечéстваря конкретизируется с двухчастным целом, а отношение к частей и двухчастным целом конкретизируется beim перехода к трёхчастному целу. Поэтому мы говорим, что во втором целом есть не только конкретизация, но и конкретизация конкретизации. Но во втором целом осознаётся только конкретизация. Компетизация компетизации не осознается, осознается только то, что существует переход от двухчастного к трехчастному целому, от трехчастного к четырехчастному целому, от четырехчастного целого и от пятичастного целого. Вопрос о том, находится ли… нет, вот да, а в этом переходе двух частного целом, а трех частного целом, совершенно не видно конкретизация и конкретизация. Что означало бы конкретизация и конкретизация? Осознание конкретизации и конкретизации. Потому что у второго целом она есть, но она не осознается. О частях мы знаем только, что они разные, поэтому никакой конкретизации быть не могут. Безусловно, переход от двух частного целого в трех частного целого меняет отношение первых двух частей. Но мы не можем об этом знать, потому что о частях мы знаем лишь то, что они разные. Поэтому осознание конкретизации и конкретизации не наступает. Получается так, что в трех частных... Там мы конкретизируем переход от этих штук-нештук. То есть сначала в двух частном целом, потом в трех частном целом, потом если хотим обратно двигаемся к двух частному целому или к четырех частному целому. А что происходит при этом? Детализация конкретизации или конкретизация конкретизации, этого немедленно во втором целом. Поэтому при переходе к третьему целому, переход к третьему целому, и представляется как раз осознание не только того, что происходит конкретизация, но и осознание того, что происходит конкретизация и конкретизация. А именно, третье относится не ко второму. Это становится ясно. Потому что во втором целом, еще раз, когда мы перешли от двух частного целого, трех частного целого, неясно, относится ли третье ко второму или к отношению первого к второму. Это просто неясно. А в третьем целом, это осознается. Мы понимаем, что при переходе от двух частного целого к трех частному целому, третье относится именно к отношению первого и второго целого. Таким образом, происходит осознание того, что имеется конкретизация и конкретизация. И эта конкретизация и конкретизация дают нам уже не разные качества, а определенные качества. Мы теперь уже говорим не так, что ничто переходит в нечто, и это конкретизируется в отношении двух разных нечто. А мы говорим так. Переход от темноты к свету конкретизируется в отношении двух разных цветов, к которому к этому отношению относятся к третьим цветам, возникает конкретизация в трех разных цветах. Меньше трех не получается. Если раньше получалась конкретизация в двух разных нечто, то теперь конкретизация происходит в трех, в отношении между собой трех разных цветов. Теперь посмотрим на это движение с точки зрения отношения ничто и нечто, и отношения двух разных нечто. Или иными словами, с точки зрения отношения темноты и света, и отношения двух, даже трех получается. Ну, потому что появились три света, уже можно рассматривать два. Разве появились коричневые, красные, зеленые, то можно уже беспокойно возвращаться в двух цветах. Нельзя держать перед глазами три света. Главное их получить. А чтобы было целое, достаточно два? Да. Ну, собственно... Или недостаточно, чтобы было два? Чтобы получился цвет, можно три. А чтобы было целое, достаточно две части? Да. Ну, это странно. То есть, если целое с двумя частями, значит нет цвета? Нет, потому что цвет появляется при условии осознания, конкретизации, конкретизации. Я понимаю, но целое с двумя частями бывает? Бывает. А цвет у него есть? Или как вот образуется этот цвет у таких целых, у которых две части? Он образуется только у целых, у которых три части. Но, может, только он образовался, нам не что-то начинает сравнить два разных цвета, раз они уже появились. Но не обязательно же вечно удерживать три и более. Может, я ведусь в двум, это будет уже не нечто, не два нечто, а два цвета. То есть, это один акт, а не постоянно воспроизводящийся? Я думаю, да. Ну, знаю. Один раз в три сравнили, как бы все цвета появились, как цвета уже, да, уже отдельные, сами по себе самостоятельные. И уже не надо ничего сравнивать. Или это воспроизводимая функция, которая постоянно воспроизводится в восприятии цвета? Я думаю, что достаточно одного появления цвета, и мы больше не вернемся от лучшего. Ну, это тогда получается созерцание. Если бы оно воспроизводилось каждый раз, то тогда получается, что каждый раз наша деятельность, она просто обегала бы все многообразие цветов и наполняла бы их формой. А так получается, что это какое-то созерцание просто. Не получается же так, что форма один раз что-то оформила, и это оформленное теперь в этой форме существует. Форма же, она деятельная, она постоянно должна оформлять оформляемую. И по мере оформления, как бы, и проявляет в себе то, на что направлено оформление. То есть, предмет, он ведь становится, правильно, в форме. Получается, что все-таки, мне кажется, более последовательно было бы говорить, что вот эта вот деятельность, предание разному какого-то качества, она постоянно осуществляется, как деятельность формы. Это и есть деятельность формы. А значит, это как будто чудо. Скучайно вдруг оказалось, что три цвета, и все стало светом. В конце концов, это же не логика, правильно, это же своего рода феноменология. В логике можно сказать, что если есть А, Б, там, как бы, С возникает и как бы что-то решается. А феноменология надо указывать опыт. А опыт у нас единственное, это как бы воспроизведение формы своей деятельности. То есть, форма постоянно находится в деятельности. И она как бы делает, предмет становится формой. Вот так мы говорим теперь. Поэтому предмет становится, форма постоянно, и форму оформляет предмет, в данном случае, в виде каких-то качеств. То есть, мы все-таки впадаем в ситуацию абсолютно, да? Иначе. А если это оформление действительно деятельности постоянно воспроизводится, то это не созерцательное. Просто деятельность такова, что каждый раз вот эти тройки возникают, и осуществляется преобразование различного в какие-то качества. Качество там, звуков, качество цветов. Каждый раз. И деятельность определения, определения или конкретизации. Конкретизация, это же опять же деятельность, правильно? Которая постоянно осуществляется. Это было просто. Мы тогда, иначе говоря, просто себе задачу сразу упростим. Тем способом, что как бы получим желаемое, да, и типа успокоим. А получить желаемое, да, это и есть деятельность. Когда цель получена, то есть, когда форма встала, то это и есть деятельность. Когда она не действует, не воспроизводит, а просто как бы встала в виде каком-то завершённом виде. Мы просто раз отбудем снять эту проблему. Безважно. Получилось, что при переходе, собственно, к цвету, то есть конкретному качеству, определенному качеству. Можно теперь любоваться результатом всепоглощающим образом. Мне за неделю здесь ничего в голову не пришло. Только одно соображение. С появлением... И сейчас мы не закончили второе соображение. С появлением цвета возникает ситуация фона. 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 Понимаете, нечто не может быть фоном для нечто. Проблема фона до появления определенных качеств не возникает. Нечто не может быть фоном для нечто. Нельзя выделить нечто на фоне другого нечто, зная, что они просто разные. Но нечто может быть границей другого нечто. Да. Границей – да. А фона, наверное, нет. Смотрим цветов, возникает ситуация, когда мы видим одно на фоне другого. Красное на фоне синего или синее на фоне красного. Имеет это отношение к цветам или нет, я не понял. Просто такая вот мысль появилась. Но это вступает в противоречие с тем, что в третьем целом, в третьем целом стоит минимум из трех элементов. Потому что третье относится к отношению двух первых. Если мы это иллюстрируем тем способом, что появляется фон для какого-то цвета, так у нас тут просто не сходятся. Потому что фон – это красное на фоне синего. Их два всего цвета. А фон – это деятельность формы или нет? Вроде да. То есть нечто, что на переднем плане как бы выделяется, а то, что на заднем плане как бы задвигается, да? Да. Да. Фон, да. Какой там смысл фона? Что одно задвинутое… Нет, здесь же просто возникает такая вещь, как внимание, да? Нет, здесь все-таки нужно какое-то определение, что есть фон. Потому что если он не равняется просто границе, то есть определение границы недостаточно для определения фона, то тогда надо сказать еще что-то. Я до сих пор думал, что что на фоне, что граница – это одно и то же. Ну, может быть, правильно я говорю, но вот может быть и нет. Потому что действительно нечто может быть воспринято на фоне другого нечто. А вот красное, действительно, на фоне… Хотя, конечно, одно нечто является границей для другого нечто. Граница – да, а фон – нет. Возьга как-то еще. Значит, границы фона – разные вещи. Ну, это как-то все связано с разговором о пространственности, если думаете. Которая у нас вообще не возникает почему-то. То есть, на самом деле, откуда существует фон? Ну, вот восприятие у нас широко как-то пространство. Оно как-то имеет этот… Как ракурс имеет, да, вот так раздвинутый. Мы не просто видим предмет, а на самом деле, вот как бы раздвигая горизонт. Вот мы видим буквально в смысле горизонт. То есть, пространственность какая-то должна возникнуть. Не, ну пространственность – это просто одно рядом с другим. И это у нас уже было на уровне второго нечто. Второго целого, если правильно. Так в этом состоит проблема, что одно рядом с другим – это пространственность. Как бы созерцание цветов – это пространственность. Ну, когда одновременно, да? У нас как-то она идет как будто бы вот бессознательно, как-то по ту сторону наших усилий. А мне кажется, она должна как-то в середине лежать. Форма должна стать как пространственная форма, а не просто как-то пространство должно возникнуть случайно. Нет, оно возникло не случайно. Оно есть вследствие понятия целого. Так вот? То есть, простейшее определение… И начали мы с простейшего определения пространства, вполне традиционного. Одно рядом с другим. А как оно возникло, такая возможность, как одно рядом с другим? И получается ли так, что мы подгоняем под определение? Оно возникло, что мы научились мысли целое вторым способом. Как бы следствием того, что мы научились так мысли целое, является то, что мы теперь мыслим пространство. Одно рядом с другим. Но это одно и другое еще не имеют возможности быть качественно определенными. Они просто разные. Они как бы предельно абстрактное определение пространства. Следующее целое, третье целое, которое дает возможность качественным определенностям, уже даст нам основание мыслить не просто одно рядом с другим, но одно в качестве отличного от другого цвета. И у них есть возможность теперь появиться качество. Красное рядом с синим. Тут нет, тут как бы все вполне логично, а может быть это следует более отчетливо как бы артикулировать, что происходит с нашими формами мышления пространства. Но в общем оно здесь происходит. Просто в этом разговоре как бы подскудно подразумевается, что нам понятно, что такое пространство. Нам понятно заранее, что такое пространство. То есть мы как бы легко сворачиваем на этот путь, потому что мы и так по пространству не имеем, и здесь никаких проблем не не кайф. Ну, если угодно, мы получили, мы действительно логически вывели одно рядом с другим. Исторически так сложился язык философский, что это называется пространство. Я не вижу в чем здесь проблема. Проблема просто состоит в том, что как чертик из табакерки пространство не кайф. Понимаешь? Почему чертик? Вот вся история от первого ввод до второго целого это история возникновения пространства. Тогда мы должны заявить, что мы этого добивались, что это было намерение в форме дойти до пространства, а не так, что вдруг это возникло, случайно как-то возникло пространство. Мы пытаемся понять, что такое форма. Пространство возвести в ранг цели формы – это много чести, по-моему. Но просто один из результатов. Не, ну пространственная форма – это очень существенная определенность формы. Это как бы не случайность. То, что форма во времени может быть, да, и она деятельна во времени – это одно. А то, что она еще может быть созерцаема в пространстве – это очень существенно иное определение формы. Я вообще говорю, у Канта там, мы же помним все, что у Канта пространство является формой чувства одной из фундаментальных таких форм. Ну и что? Нет, я просто к тому, что пространство, вот мне кажется, этот разговор нельзя оставлять. Вот, например, у Гегеля этот разговор смазан, на самом деле. Он как-то, у него как-то пространственность проскакивается. Если, например, пеноменологию Духу взять, там даже не возникает разговора. Как будто никакого пространства нет здесь и теперь, и все. Как будто пространство нет. Как будто такого разговора не должно возникать. Как будто это просто само собой разумеется. Знаете, здесь упал на двух концах. Я все менее склонен проводить параллели между какими-то принятыми философскими словами. Ага, мы получили пространство. Ну, разве это похоже на пространство? Посмотрите, есть отношение ничто и нечто. Это отношение сохраняется при переходе от одного нечто к другому нечто. Это пространство, в кавычках, улучшает такой вид. Есть отношение двух нечто, которое с другой стороны, есть воспроизведение отношения ничто и нечто. Есть отношение трех нечто, я говорил второе слово. Отношение трех нечто, которое с другой стороны, есть отношение двух переходов от ничто к нечто. Есть отношение четырех нечто, которое есть с другой стороны, отношение трех отношений между ничто и нечто. Это ничто все время присутствует и в этом постарении, потому что в основе лежит целое, целое воспроизводит себя как граница нечто и ничто, все время себя воспроизводит. Такого разговора вообще никогда не было. Мы так понимаем целое, на целое уже опасно ссылаться, потому что у нас целое не одна граница, целое, а там и три части. У нас целое существует тем, что приходя от части в части, мы воспроизводим исходную ситуацию ничто и ничто. А все время воспроизводит, именно этим задается понятие целого. Это настолько не похоже на… Как Игорь… Утомленный голос, он просто рассказал, что приходится переписывать философийский язык заведомо утомленный. Когда ты говоришь, что происходит определение-определение, чего тоже никогда не бывало, то я говорю, что нечто, что имеет смысл. И я не боюсь, что меня все это перепутают и кто-нибудь там подумает, что я наконец получил пространство. Моё пространство столько не похоже на… Я получил целое. Вот пришел служит переход к целому. Молодец. Раньше его постулировали, теперь это казалось. Но у меня совсем не тот сын. Ну да, да. Ну так, Олег Михайлович, с другой стороны, нет же какого-то устоявшегося философского словаря. Я в прошлый раз, конечно, вздыхал, ну что делать, слабость человеческая. Ну, по существу так. Нельзя сказать, что понятие пространства у Ньютона и у Канта одинаково. Так что понятие пространства у Канта и у Гейгеля одинаково. Вот само понятие. Видимо, нет. То есть происходит некоторое развитие, усложнение этого понятия. Слово одно, но за ним стоят совершенно разные определения. И это нормально. В этом нет ничего страшного. То, что происходит как бы пространство такое, какого не было, ну и ладно. Дело, что называется, обычное. Другое дело, другое дело, что если действительно не хотите, чтобы вас спутали, да, то тогда вы должны выдумать новый концерт. Ну да, я понимаю, это реально, это реально. Да, просто как бы вот, я в связи с, по факту, что действительно вот шли-шли и пришли, потому что получили пространство. Ну вот, по... это не совсем так. Мы получили новое пространство, только потому что не хотим выдумывать новые слова. Написать пространство в обратном порядке. Жадное слово, но оно наоборот. Так вот посмотрим на эти, можно говорить, протяженность. Нет? Да вы тоже, тоже уже заняты термины. Ушление, протяжение, протяженность у спиноза, да. Всё было. Всё было. Значит, вот как раз об этом. Что происходит в первом целом? Переход от одного нечто к другому нечто, который, с другой стороны, является воспроизведением перехода от ничто нечто, перехода к следующему, ещё одному нечто, что даёт нам, с другой стороны, возвращение к переходу ничто к нечто. Значит, всё наше определение перехода от нечто к нечто, с одной стороны, является отношением разных нечто, а с другой стороны, является повторением, воспроизведением перехода от ничто к нечто. Значит, на уровне разных нечто мы имеем то, что они разные, а на другой стороне этого различия мы имеем одно и то же, воспроизведение одного и того же перехода. Вот, как бы, светлая и тёмная сторона. Слишком метафорично, конечно. На светлой стороне мы имеем понимание различия, а на тёмной стороне мы имеем повторение одного и того. Если мы возьмём второе целое, всё одновременно, вместе данное нечто, мы имеем уже отношение разных нечто, двух нечто-отношений, трёх нечто-отношений. А если мы посмотрим на тёмную сторону, как я уже сказал, отношение двух нечто есть с другой стороны, воспроизведение отношения ничто и нечто. Отношение трёх нечто есть отношение двух, отношение ничто и нечто. На светлые стороны, на стороне отношения разных нечто мы имеем уже осознанное отношение, а если мы посмотрим на тёмную сторону, на отношение двух переходов или двух отношений ничто и нечто, то мы понимаем, что мы не знаем, есть эти отношения между другими или нет. То есть отношения только по парам? Да. Отношения между разными нечто есть, а отношения между переходов нечто к нечто, которое всё время воспроизводится при каждом движении, о нём мы не можем сказать, что здесь налицо есть отношения или нет отношений. Скорее его нет, потому что, как мы говорили, если мы посмотрим на тёмную сторону, то это два отношения двух одинаковых переходов от ничто к нечто, а, как известно, два одинаковых – это одно. Поэтому тёмная сторона, то есть постоянный воспроизводительный переход от ничто к нечто составляет схлопываться. Предоставлены сами себе эти вот переходы от ничто к нечто, представляют ряд одновременных данных отношений ничто и нечто, которое на самом деле есть одно отношение к нечто и нечто, и здесь сразу два раз хлопываются, и мы говорим, что здесь нет созерцания, потому что нужно всё время строить отношения четырёх, пяти, шести, двадцати, шести. При этом будет двадцать пять одновременных переходов от ничто к нечто, то есть один переход, и он здесь сразу хлопывается, если он превратится созерцами. Поэтому мы говорим, что на светлой стороне, на стороне всё новых и новых, более сложных отношений между разными нечто, мы имеем явное понимание отношения, а на тёмной стороне, на бесконечно воспроизводимой переходе от ничто к нечто, мы ясного осознания отношений между этими переходами не имеем. Теперь берём третье нечто, третье целое. Теперь на светлой стороне, на стороне отношений разных нечто, мы имеем уже отношение к отношению, которое рождает свет. Мы теперь рассмотрим возникающий ситуацию, что это третье целое у нас, есть отношения разными нечто, и третье будет не отношение к второму, а отношение к отношению. Это отношение одно нечто, с другой стороны, я говорю, является обязательным отношением ничто и ничто, и тогда осознание отношения к отношению доказывает на… А тогда переход к третье цел한 словом тоже есть воспроизводимую нечто и ничто, тогда осознание относения к отношению, это осознание о том, что два перехода от нечто и ничто при трёх нечто Это осознание того, что два перехода отечественных ничто связаны на отношениях. Получается, в первом целом мы имеем на светлой стороне разное, а на черной стороне одно. Во втором целом мы имеем на свежей стороне отношения, а на черной стороне скорее отсутствие отношения. Или, по крайней мере, не выявлено отношение, чтобы оно должно быть одно и то же. А в третьем целом мы имеем на светлой стороне отношение к отношению. А на той стороне и на стороне отношения. Получается, все время отстает. Темная сторона, которая всегда присутствует, на светлый шаг отстает. Здесь уже разница, то есть уже почти отношения, понимание различия. А здесь не ноль, а одно. Разное, а здесь все время одно и то же. А во втором, какова идея эта темная сторона там? То есть, что противостоит отношение? Не отношение? Отсутствие отношения? Отсутствие отношения. Или отсутствие осознания отношения. Немножко тут, не знаю, совсем не ошибиться бы чуть-чуть. Но, может, тут нечем ошибаться. Мы не понимаем, как связаны между собой. А отношения устанавливаются между собой ничто и нечто? Или есть отношения между нечто и нечто? В числителе – да, ничто и нечто. В номинации – нечто и нечто. На первой форме ничто мы имеем движение от части в части. Это движение доказывает, что они разные. Но каждый переводит части в части с другой стороны. Здесь воспроизведение ничто нечто, ничто нечто. Поэтому здесь мы имеем различие на светлой стороне. А здесь просто одно – неизменное. Во втором целом мы имеем движение от двухчастного целого к трехчастному целому. Двухчастное целое – это отношение двух разное, естественно. Ничто, а с другой стороны – это воспроизведение ничто и нечто. Трехчастное целое – это двойная данность двух ничто и нечто, которые между собой связаны. И скорее есть одно, чем два. А в третьем мы имеем отношение к отношению, которое в то же время есть осознанное отношение между двумя переходами от ничто и нечто. Все время происходит, если рассмотреть эту картинку с позиции светлого и темного, то все время происходит основание. И, Булат, поскольку мы на третьем целом понимаем, что темнота – свет. Темнота – свет, темнота – свет. Коричневая – красная темнота – свет. Красная – зеленая, с другой стороны темнота – свет. И так далее. Здесь темнота – свет уже связаны между собой. И поэтому эта связь, в случае осознанной, не дает схлопываться рядом. И мы опять получаем сосверцание. Что нас, в принципе, не устраивает, металлорически не устраивает. На уровне света. Мы успокоены содержать эти три цвета. Вот она – коричневая, красная, зеленая. С другой стороны, это связано между собой движение с темнотым светом и пятым темнотым светом. Вот такая картинка, которую можно содержать до опутения. Не видя нигде необходимости движения. Но это мы запомним, потому что, может быть, удастся это решить. Хотя… Даже Господь Бог создав цвета, сел отдыхать. По той же цвета, чтобы не права посидеть, подумать… Первый день, да? Он когда-то поставил? А там, Филь, знаете, на ту свет он создал сначала, да? Но. А как, Наташа? Я же не помню. Сначала он это и отделил, кстати. Тверь от этого, от чего-то там. Ну да. Поставил в середину, по-моему. Воду он что-то отделил. Не помню мне их последовать. Не помню. Там даже что-то дал красивый цвет от света. А ты чего-то отвернул. Им нужное не буду врать… Нет, здесь источник、 здесь источник взретен, полные усилия Есть еще и слышнение,itti же того же… А скат mão- collects… Переход от темноты к свету не дает нам света, а дает различие цветов. Поэтому, собственно, различие цветов – это нарождающийся свет. Это свет, отделяющий себя от себя. Свет не появляется. От темноты к свету, движение по-двоему, движение от темноты к свету, это не так молитву, что они имеют, как бы приняние. Переход от темноты к свету не дает света, а дает отношение цветов. Это значит, что отношение цветов – не что иное, как нарождающийся свет, который сам от себя различается. Возникает как отношение разных цветов. И поэтому, что иное, сохраняется. Отношение разных цветов – не что иное, как заново воспроизведение света и темноты. Он не куда-то надевается, потому что он светом не становится. А все время становится разными цветами. Или становится она как сторона. Здесь свет – свет, а здесь осознанное отношение темноты к свету. Как сторона процесса, он все время сохраняется, нарождающийся свет. Появляется его появление, является условием того, что различается цвета. Это такая картинка, причем, знаете, картинка с самого начала не картинка. То есть нету… нету образа. Ну, даже внутреннюю образу, а внутреннюю образу нету. Потому что переходы темноты к свету, что это значит, что свет не появляется, а темноты нет. Что здесь дорисовать таким образом? Кантовская априорная пространство – это картинка, не внешняя, а внутренняя. Она потому что смешная картинка, что раз эта картинка, тогда она не может быть пустой. Это некий внутренний образ. Пустое пространство получается смешной именно потому, что это картинка. А пустая картинка – это нелепо. А здесь вот такой картинка нет. Нет, ну вот уже когда третий целый, там у нас на изнаночной стороне присутствуют отношения, отношения тьмы и света там. Ну, это же и означает, что свет уже отделённый с тьмой. Ну, что там делается? Это отношения тьмы и света, и это отношения тьмы и света. Ну, не важно, главное, что здесь уже отношения тьмы и света. Уже можно, по-моему, сказать, что светодеренция. Не знаю, я не то, что возражаю, но я не знаю, как это можно сказать. Кстати говоря, если это является четвёртым символом, который тоже является отношением к отношению, только отношения уже трёх. Не знаю, передать ли они на отношения. Ну да, 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 это зависит отношение к отношению, отношение к отношению, отношению к отношению. Тьма-свет связан с другим тьмой светом. Тьма-свет рождённая при переходе, при отношении коричневого к красному, находится связи к тьме, тьме свету, при отношении красного к зелёного. Тьма-свет связана с другим тьмой светом, при переходе от зелёного к синему и так далее. Знаете, здесь всё время отношения, а здесь всё время отношения к отношению. Ну, у нас нет абсолютной тьмы, да, у нас всегда относительная некая тьма. То есть два каких-нибудь света можно рассматривать как соотношение, как переход от зелёного к свету. Абсолютной тьмы нету относительной тьмы. Ну, у неё, слава, вот такие нету, да. А тьма, которая рядом со светом, из которой появляется свет, конечно, необходима ещё. Не, иначе по усуду бы что-нибудь и есть, мы пытались доказывать. Я в качестве пояснительного замечания, что та тьма, о которой мы говорим, и тот переход от тьмы к свету, который я имею в виду, это есть некий относительный переход. Потому что любые два цвета можно воспринимать как своего рода переход, потому что один интенсивнее, да, один темнее, другой светлее. Как переход от тьмы к свету. Да, конечно. Коричнево-красный, с другой стороны, это тьма-свет. Да. Тьма-свет – это некая общая схема, да, вот общая схема, как работает форма. То есть форма, на самом деле, различие устанавливают тем способом, что для него любое соотношение двух различных цветов воспринимается как различие смысл. для того, чтобы потом, вместо, вот это контраст, то, что мы раньше контраст называли, да, вот. Чтобы от контраста перейти уже непосредственно к цвету, необходимо еще третий, да, третий переход. То есть новый контраст, да, контраст, контраст. Так? Да, но… Только единственное замечание, что вот все вот эти вещи, контрасты, переходы, они как-то связаны, являются каким-то количественными. Они как-то связаны с деятельностью, которая как бы сама по себе что-то вроде времена, да, как бы считающая деятельность. А качество вроде как всегда мыслится как нечто отличное в количестве. Здесь просто отсутствие со сердцами у вас, на мой взгляд. Ну, кроме третьего, третьего целого, где, к сожалению, становится опасной, опасностью. При отсутствии со сердцами ничего вы хотите. Все время усложняется целое и упрощается. Но все время что-то происходит в целом. Главное, помнишь метод, это определение-определение. Ничто-нечто не имеет смысла как первый шаг определения, который тоже конкретизируется в отношении нечто-нечто. Нет такого самостоятельного состояния. Ничто-нечто. Это не верно. Это, на самом деле, потому что ничто нет. Это как в физике похоже на то, как вот надо систему отчета сначала зафиксировать, да, для того, чтобы измерить. Сначала мы указываем систему отчета, которую измеряем, а потом уже изменяем. То есть для того, чтобы указать, что такое длина, сначала надо указать систему отчета, какую-то линейку, связанную с неподвижным телом, а потом уже на ней измеряем. Всегда два этапа. Сначала фиксируем систему отчета, а потом уже то различие, которое получилось, измеряем. Сначала фиксируем систему отчета. Перехода от темноты к свету. И поэтому цвет, по существу, это светлость. Это не параметр цвета. Не свойство, не характеристика цвета. А это его определение. Я выбрал именно это слово. Определение. Так что два разных звука, это комплектизация перехода от тишины в звуку. Поэтому громкость это не параметр. А почему мы тогда различаем громкость и цветость? Почему природа различается? Если бы у нас всегда был переход от темноты к свету, это все нормально, я понимаю. И везде можно воспринимать это как переход от некого небытия к бытию. А все-таки мы же имеем разные природы. Природа цвета – это одна, природа звука – другая. Как мы понимаем, что природа – это разная? Ну вот, в первом и втором целом мы что сознаем? Как мы говорили? Мы сознаем лишь то, что они разные. Или что они стоят в одном ряду. Даже все равно. В первом целом или во втором целом. Либо последовательный ряд, либо одновременный ряд. Понятно, что мы устраиваем в одном ряду. Основания их существования в одном ряду нам неизвестны. Но основания нам неизвестны. Но таких рядов много. Все, что мы знаем, мы встраиваем в ряд ряд. Множество X, множество Y, множество Z. Мы не знаем еще, что это звуки. Потому что звук предполагает громкость. Мы можем назвать их звуками. Но мы все равно не знаем, почему они стоят в одном ряду. Назовите не множество Z цвета. Мы все равно не знаете основания того, что это множество существует. Таких множеств много. Они имеют с собой никак не связаны. Мы находимся. Это возочтение важное. Я все время забывал о нем. И вот уже стоит обдумать. На стадии первого и второго множества, даже первого множества. На стадии мы имеем некоторую ситуацию. Перебираем эти части. Но вот это один ряд. Множество X. Совсем другой ряд, множество Y. Почему? Ну, что они разные. Между собой у нас вообще не надо соотноситься. Придорождение совершенно не разное. Но на этой стадии неизбежно будут конечного множества. Но это конечно потому, что мы знаем, что у нас пять чувств. Как бы тут надо. А мы там на этой стадии мы мучаемся. И почему все опять? Опять степи был. То есть на самом деле мы исходим из некой очевидности. И каждый раз просто на нее утыкаемся. И непонятно, то ли мы выводим эти очевидности, то ли мы просто их подразумеваем, а потом они просто становятся для нас явными. Ну, ясно, что на уровне первого целого и второго целого. Но не одно такое целое. Если я так представлял делать, я бы забывал радиогетту нить. Ведь пока все недели запишутся. Это очень положено на шагную слепую. Надо держать пашкет, все эти минации. Просто количество трудной задачи. Хоть, хоть. Надо расставить компьютер все это. А вот это было вообще. Вести программу. Тем более, опять же, образа нет. Даже внутреннего. Пузак на какой-то. Надо больше не видеть в то, что не одно множество, как я бы давал, а на уровне первого и второго целого уже. Это понятно. Цвета, звуки появляются. Мы уже знаем, почему столько. Тут же есть фундаментальный вопрос. А почему мы с цветов этих не соскальзываем? То есть с одного ряда на другое. Почему мы, если говорим о цвете, остаемся в цвете, а не соскальзываем на звук? Ну, мы с вами это обсуждаем. И нет, еще не все окончательно. Мы это решили. Получается, как бы, что мы засчитаем от того, что мы сначала объявляем не что-нибудь. Нет. Формально, логически я понимаю, почему. Я не понимаю, почему фактически мы не соскальзываем. Понятно, что логически невозможно сравнивать цвет и звук. Тут нет общего основания. А почему? А ведь фактически мы можем соскочить. Сначала, то есть вот если в опыте смотреть, сначала я вижу цвет, а потом раз, звук пошел. Потом еще что-нибудь, там, ощущение пошло, там, типа боли и прочее. То есть, на самом деле, в моем опыте вот эти вот все разные качества, они, на самом деле, могут быть просто в какой-то куче. Хотя, может быть, логически это неправильно, да, и должно было быть цвета только со цветами, звуки только со звуками. И, по словам, наоборот, что логически вы задавали этот вопрос, я, видимо, не нашел у него ответ. Я задавал на нас следующее, что вот эта, если у вас становится канализация, канализация, когда мы должны удерживать ничто, нечто, и выстраивать реально, друг в друга, в одном ряду выстраивать разное нечто, должно как-то защитить нас от того, чтобы мы звук и цвет поставили в один раз. Не знаю, защищает или нет. Нужно логически защитить. Я вот здесь еще раз удерживаю ничто и нечто, и комфетитирую его в отношение к переходе от нечто к нечто. Так вот, для первого нечто, или вот это ничто же может быть звуком? При первом переходе. При первом переходе для первого нечто, для первого цвета, да, он еще просто отличается от чего-то, там он еще не явлен как цвет. Но он же, вот это вот ничто для него может быть звуком, ведь для него звук точно такое же ничто. И он может быть переход от звука к нечто, то есть то, что и к цвету. Условно говоря, для звука цвет ничто. И наоборот, для цвета звук ничто. И формальным переход же первый, именно только первый. Того и уже не может быть. Да, второй такой не может быть. Потому что второй устанавливает различие цветов. Не просто различие, а цветов. Когда просто устанавливается различие, первым ничто может быть все что угодно. Поэтому, может быть, и нужно определение, что в первом переходе от ничто к нечто, мы переходим на самом деле непонятно от чего к чему. Вот это вот сравнение нет, да. Потому что можем от звука перейти к цвету. И нам нужна конкретизация. В чем состоит переход. И в конкретизации мы уже переходим от цвета к цвету. Ну вот, мне что-то кажется, что именно так, что если вы удержаны переходить ничто к нечто, и на этом условии переходим от одного ничто к другому ничто, то это сам ведь не может быть так, чтобы мы перешли от цвета к звуку. Если бы мы просто брали разное, то мы, кстати, мерим просто разное. Одно и другое. То это может быть связь и возникнуть. Но при условии удержания... Так, а первый переход разве не такой? Первый? Первый переход просто есть переход, где различия только есть. Вот у вас первый, самый первый переход, где есть только различия. Разве не такой переход? Ну, все-таки не совсем было. Там ведь это различие, но это... Придо произведение одного и того. Вот именно. Это же граница. А не может быть граница между звуком и цветом. Поэтому тут, воспроизводя переход от ничто к нечто, мы тем самым воспроизводим границу. А граница может быть только между однородными, в принципе однородными. Да, я думаю, это правда. У нас всякое соображение является лишаемым. Граница между цветами и звуком... Как раз-то даже не логическое, а синемологическое не может. То есть мы строим слепую, мы не знаем, почему это встает в реакцию. Но при этом мы защищены тем, что удерживаем эту границу от перехода от света в звуку. Если просто разная, то пожалуйста, действительно. Разная вещь. Но если начали со света и прыгнуть в звуку, мы можем именно выручить, что это в звуку, а светом нет другой границы. Это ничто и нечто. Это что-то другое. Так, хорошо. Значит... Если мы получили цвета и звуки, то, говорю я... Звук и громкость — это одно и то же. Различие по громкости двух звуков — это конкретизация молчания звука. И поэтому сказать два звука и две громкости — это одно и то же. Громкость — это не характеристика, не параметр, не свойство звука, а его определение. Так есть же еще там тембр какой-то там. Но тембр не конкретизирует. Высота звука есть. А от ширины к звуку тембр никак не конкретизирует. А высота? То же самое. Высота не конкретизирует. Поэтому высота может быть параметром, свойством звука, но не определением. Та же как яркость может быть свойственным параметром цвета, но не его определением. Просто определение... По определению звука — это переход от черноты к свету, конкретизированный в цветах. И поэтому яркость света никак не может анализировать переход от черноты. От черноты должен быть свет. Яркость совершенно ни в чем. Поэтому мы для начала должны зависеть. Поэтому самым трудным случаем, как мы говорили, является отношение двухотрезков. Потому что отрезок и длина, и сигналные тоже, в отрезке нет других свойств. Цвета есть, поэтому... И звука есть. Куча других параметров. А отрезка нет. Поэтому для отрезка его определением является длина. А параметров у него нет. Можно сказать, что параметром отрезка является... Свойством отрезка является длина. Если он сам длинная длина. Так же вот и для звуков. Глупо сказать, что... Как и хайчей это говорят. Глупо сказать, что громкость... Все говорят, что это просто разные параметры. Громкость звука, высота звука, долгота звука... Чего-то, что бы там всего. В этом звуке... Она говорит, что долгота громкости, да? Высота громкости. Да? Да. Нормально. Громкость и звук это одно и то же. Это как молния сверкает. И молния сверкает... Это просто описание одного и того же два раза. Вот я предлагаю говорить, что длина является определением отрезка. В таком случае, громкость является определением звука, а светлость является определением света. На этой стадии мы понимаем... Мы понимаем... Мы понимаем... Мы понимаем... что отрезки ставим в ряд, потому что это длинные. Их разность заключается в разности длинных. На уровне отношения к отношению мы имеем... то есть, в результате отношения к отношению мы осознали... в зависимости от природы различия. А именно, этот длиннее... Ну просто разный. Другой и нечий. А длиннее, а третий еще длиннее. Знаете, что еще длиннее относится не ко второму, а к отношению. Первого и второго. Значит, просто длиннее бы не может. Потому что, опять, тогда получится просто разный. Непонятно почему. Просто разный. Выражение длиннее не дает нам длиннее, а дает просто разный. А выражение длиннее и еще длиннее... Для этого не длиннее. Качество проясняется. Но, когда мы говорим длиннее и еще длиннее, то мы, видимо, еще не говорим, насколько длиннее. Кажется, мы не говорим, насколько длиннее. Казалось бы, понятно, что эти длиннее... То есть, мы не говорим, на какую часть самого себя второй отрезок длиннее первого, и на какую часть самого себя третий отрезок длиннее второго. Ну и, соответственно, первого. Мы этого, видимо, не говорим. И мы берем это различие, в данном случае по длине, как качественное различие, как различие качеств. Как скажем, тяжелое. То есть, в одно же период – тяжелое, а в другое – тяжелее. Я осознаю, воспринимаю, что здесь тяжелее. Но насколько тяжелее, я... Ну, даже когда есть вопросы не ставлю, я фиксирую, только ситуация тяжелее. То есть, ситуация тяжелее и длиннее дается тем способом, что отрезки или веса берутся целиком. Чтобы перейти к раздовору, насколько длиннее, знаете, у меня все еще нет признаков. Все еще нет признаков. Мы уже такой путь прошли... Не знаю, как целью формы является пространство, а моей целью являются признаки. Получение признаков. Все еще нет признаков. Мы уже поняли на каком основании все это. Но, как мне представляется, здесь все еще нет, как бы, чем длиннее. Ну, или просто насколько длиннее. Насколько длиннее – это другая процедура. Эта процедура предполагает, что... Длиннее. Этот отрезок приравен выше в 7. А затем два раза укладывается в этот отрезок. И мы говорим, что на сколько длиннее? Два раза длиннее. Двое длиннее. Что здесь... Пробственно, все. Я остановился. Дальше я не думал. Но я только одно хочу сказать, что в ситуации, насколько длиннее, может быть, подумайте, может быть, мы длину превращаем из определения в параметр. Потому что... Что такое параметр? Например, высота звука. Параметр – это не параметр звука, а параметр отношения звука. Высота – это не параметр звука, а параметр отношения звука. Это не представляется очень важным. Я совершенно сыро говорю. На этом месте не остановился думать. А, то есть, измеримы не сами нечто, а только их отношения? Да, их отношения. И это вот и есть параметр. Приход параметр – это вот не... Параметр относится к отношению исходных отрезков, исходных звуков. И вот только так и можно получить. Я ещё не знаю, как его получить. Его можно так и получить. То есть, с качеством мы опять соскакиваем, да? Если параметр, то, значит, вроде как и не качество. Потому что параметр – это нечто количественное. Нет. Почему? Длина остаётся длиной? Если мы приходим к разговору, что не просто длина, а двое, или нет, то почему у этого качества ещё есть? Да, дело в том, что в принципе параметр – это нечто, что пробегает некоторого рода величину. Да, таких-то там, как параметр, он всегда там задан, например, в данном конкретном отрезке, допустим, величину. Он может быть такой, другой, третий, там, такой. То есть, на самом деле, в параметре главная характеристика именно количество, а не качество. – То есть, диапазон, который пробегает параметр? – Не знаю. Может быть, и так. – Не знаю. Высота – это разница, сколько с качеством. С этого у нас вроде другое качество, между громкостью. – Нет, просто, когда Вы говорите, что это отношение, что на самом деле измеряется отношение, то вот как бы и думается, что здесь уже качественные отношения. – Она не обязательно даже измеряется. Ну, надо думать, измеряется или не измеряется. Но, может, даже не измеряется, а просто характеризуется. Но характеризуется именно отношение разных качеств. В параметре. – Потому что что-то берётся в качестве эталона, да, какой-то эталонный вес, эталонная длина типа метр там, и всё остальное относительно него. Два метра, да, то есть два эталона, три килограмма, то есть три эталона. – Здесь важно было, что… Ту расчётку, какую докрутил Марс. Он взял эталон, например, с весом используется, гильку. И этой гилькой он измеряет разные веса. А надо было сначала гилькой измерить саму гильку. Эту операцию Марс взялось забыл. Там про декономию катастрофические следствия возникают. – Сейчас мы о ней не будем говорить. – Представьте, не веки среднего мира. – Из этой ошибки. – Но нам важно другое. То обстоятельство, что отрезок должен сначала измерить себя собой. А потом измерить другое. Говорит о том, что ситуация перехода к количеству качеств. Здесь как бы качественное качество. – То, что Вы и назвали параметром – хорошее слово. – Параметр является параметром отношения двух качеств. Не параметр самого действия. – Да. – Не параметр. – Параметр отношения к качествам. – Я даже не могу сказать, почему это важно. – Нам это, безусловно, важно. – И вот тот же измерение сам себя дает нам переход к измерению отношения. – Да. – Именно так. – Измерение. – Не в отношении. – Не в измерении. – А если это эталон. – Ага. – То есть мы выглядели, что в качестве эталонного масла создали. – Железку. – Выглядели определенную. – В качестве эталонного масла. – Встали. – Еле мерить все остальное. – Мы другую мерим конкретно, мы этот вес мерим. – Сколько у нас? – Одна гилька хорошо. – Один вес. – Там две гильки, значит, два веса. – То есть мы мерим конкретно, вот эти две разные вещи, – мерим эталонным. – А если мы эталонным мерим сначала самого себя, – то мы с самого начала изменяем отношения. – Не качество измеряем, а изменяем отношения двух качеств. – А чем это политэкономии грозит, Маркс? – Хотя бы так намекните. – Ну, глядя мне даже намекнуть, это может посидеть полчаса нашего времени, но могу объяснить. – У нас просто на ютубе очень много любителей именно Макса, и до сих пор они болеют этой политэкономией, капиталом. – Я тоже. – Им было бы очень интересно. – Я, наверное, нашел его зашивку. – Надо тогда отдельно посидеть этому хотя бы как-то там. – Или давайте сейчас прямо это сделаем отдельное видео. – А, если он уже может сидеть видео и прямо распространять. – Ну, конечно, конечно. – Не, на самом деле вы не представляете себе, насколько Маркс сейчас популярен. – Это просто ужас. – Никто Гегелем не интересуется, кап. – Ну, кап немного интересен. – В силу какой-то традиции. – Да, вот у нас что-то любят как-то и все. – А Маркс – это просто супер популярно. – И все видео с Марсом они посмотрятся просто на ура. – И все старые марксисты теперь очень популярные люди. – Да, вы говорите. – Ну, я, конечно, привяжу вот это все более в старых марксистах. – Я же говорю, у меня… – Я, конечно, учитель искусств. – Ну, если вы куда-нибудь там… – У них собирается в аспиратуру, а до сих пор художники там мусиканты, что они в карантон собираются. А там ступидные говорят, во-первых, в философии. – Да. – А не в этой философии. И мне просто подготовить. Я смотрю на лапунцы. – Честно. – Это сам человек, который не способен изменить. Я хотел, чтобы смогу моей женой, честное слово. Такая верность. Верность традиции. – Ха-ха-ха-ха. – Я пришел. Мне Никита говорит, что мы тоже просили подготовиться за деньги, просили подготовить уступительный экзамен. Он не смог. Он это не знает. Просто он не знает эти вопросы. Молодые не знают. – Ой, ну вот удивительно. Старые маршисты мы… – Все. – Ха-ха-ха-ха. – Ха-ха-ха-ха. – Скоро нам куда-нибудь некому принимать экзамены. Мы все переврем, старики. А вы… – Да, мы просто перепишем вопросы наконец-то. – Ха-ха-ха. – Да. – Не знаю, как они там сохранились до сих пор. – Ну, если продолжать эту метафору, то они не потому, что там настолько верны. Они просто давно собросили секс, и поэтому весьма уважительные причины не могут изменить. То есть этот список вопросов, он тупо о нем никто не вспоминает. Он как и был написан 50 лет назад, так он и есть. – В академической среде традиционность – это очень важно. Традиция – это как бы фундамент всякого рода академии, если так думать. – Есть разница все-таки между традицией и трупом. Вот труп, он, так сказать, такой весьма традиционный. – Не, но самое интересное, что и на Западе ведь марксизм любит. Сейчас есть популярность определенного рода. – Надо понимать, что на Западе, во-первых, марксизм любит в смысле социологии. Это действительно важная часть истории социологии. Это вот, как я не знаю, не проштудировав Декарта, нельзя претендовать на то, чтобы понять философию нового времени. Так и так. Не проштудировав Маркса, ты не можешь понимать социологию дальнейших 20 века. В наших-то Палестинах Маркс – это просто единственное, что есть. Вот та вода, которая от края и до края. Там Маркс занимает определенное место в ряду этой социологической мысли, а здесь он просто один. И это не только социология, это вообще просто все. Мыстоя в этом ряду. Есть остальное. Продолжение следует...